всем привет сегодня я делаю разбор планировки 122 квадратных метра в жилом комплексе клевер парк это квартира для семьи из 4 человек мама папа и двое детей давайте будем смотреть что нам предлагает застройщик в этом жилом комплексе кстати говоря вы все еще можете купить эти квартиры потому что дом строится и квартиры находятся в продаже но я покажу свою версию как сделать максимально комфортно для семьи из четырех человек это вам не просто мебель расставить это с целый сценарий жизни как мы запрограммируем это все дело так вы и будете жить поэтому друзья подписывайтесь обязательно на канал можете сразу лайк поставить ну и приготовиться писать комментарии к этой планировке что вы думаете и как бы вы сделали обязательно досматривайте до конца что изначально мы имеем от застройщика жилого комплекса клевер парк квартиру 122 квадратных метра у нас есть вход большая просторная прихожая но уж насколько это возможно с большим шкафом и это плюс потому что прихожая обособлена она просторная все четвером и даже с гостями могут одновременно там зайти раздеться снять обувь а не ждать в подъезде пока кто-то там разденется чтобы место освободилось это плюс идем дальше холл 7 квадратных метров из него мы попадаем в мастер спальню в детскую и в кухню гостиную здесь есть небольшое нарушение которое я называю это градация интимности помещений то есть при входе в квартиру в первую очередь мы должны попадать сначала в общее пространство и в будущем я буду показывать как зрительно поменять эту ситуацию то есть чтобы не сразу в спальне заходить а чтобы мы видели гостиную и так далее у нас есть санузел с окном ребята это подарок я считаю когда есть в ванной окно дневной свет это просто подарок далее у нас есть гардероб и жилая комната по расстановке мебели естественно я тоже все здесь поменяю потому что здесь просто мебель расставлена но на мой взгляд вот как пришлось так и расставили ну например маленький кухонный гарнитур в углу например стол прижатый к окну диван зажатый в угол это неприемлемо если мы говорим о хоть какой-то красоте и гармонии то так делать категорически нельзя потому что это нарушение базовых принципов дизайна то есть нарушение симметрии вот и все да более того это еще и не совсем удобно потому что ну например если вы захотите шторы повесить то как вы это сделаете когда стол вам будет мешать диван вам будет мешать то есть их придется отодвигать вот хотя с другой стороны может быть это удобно шторы рядом со столом можно сразу руки вытирать правда шторы придется меня часто но ничего страшно давайте смотреть как я переделал эту планировку и сделал ее на мой взгляд гораздо более удобной комфортной и жизнеспособной сейчас я покажу вам свой вариант планировки кстати говоря вы можете обратиться ко мне за этой услугой и заказать лично себе разбор от меня я сделаю эскиз планировки расскажу что имеется ввиду как нужно делать правильно мы вместе сядем это все обсудим при необходимости поправим это называется эскиз планировки и консультация вы можете обратиться и заказать эту услугу перейдя по ссылочке в описании те изменения которые я внес в эту планировку могут показаться незначительными но даже незначительные изменения в планировке введут к качественному улучшению или наоборот ухудшению жизни будущих владельцев этой замечательной квартиры давайте посмотрим на эти изменения первое что я сделал это выровнял пространство то есть сделал их правильной формы это залог успеха в будущем в дизайне комнаты должны быть именно правильной формы потому что симметрию еще никто не отменял так вот прихожая теперь правильной формы и она немножечко уменьшилась но об этом чуть позднее я выровнял детскую комнату убрал вот этот вот закуток который ранее ее так на мой взгляд немножечко уродовал но что это такое как это вот какая-то г-образная непонятная вот такая штуковина надо выравнивать друзья немножечко зрительно увеличил кухню-гостиную потому что убрал входную группу из стены просто снес ее и сделал один сплошной проем сделал мастер спальню присоединил к ней ванную комнату а также удобное рабочее место пускай и не отдельная комната но зато свой уголок имеется теперь можно работать из дома но теперь обо всем поподробнее итак начну с прихожей когда мы попадаем в квартиру то оказываемся в достаточной просторной прихожей ну конечно не как во дворце но тем не менее пространство есть чтобы всем четверым всей семье с большим комфортом снять одежду обувь и пройти дальше еще плюс этой прихожей в том что она обособлена а это значит находясь в квартире мы не будем через нее перемещаться и разносить предполагаемую грязь по квартире хотя откуда грязь в клевер парке правда ведь в прихожей есть большой шкаф на два с половиной метра есть консоль куда можно поставить сумку бросить ключи есть пуфик или кресло на которое можно присесть и переодеть обувь далее мы попадаем в холл из которого можем пройти в кухню-гостиную либо в детские комнаты очень хорошо и правильно что детские находятся в одной стороне квартиры а мастер спальня в другой стороне квартиры и никак не ограничат друг с другом даже посредством перегородки между ними находится большое общее пространство но не такое уж большое конечно но в принципе достаточно чтобы разместить кухонный гарнитур здесь удалось поставить только углом к сожалению без острова просто площадь не позволяет разместить остров стол отдельно стоящий круглый круглый потому чтобы не было углов о которые мы могли бы задевать бедрами своими и оставлять там синяки ну и вообще за круглым столом как считается сидеть комфортней знаете еще король артур когда-то предложил круглый стол чтобы все были равноправные за этим столом ну вот в общем такая теория в общем дальше есть диван большой угловой есть кресло есть телевизор и даже место под будущий камин но вдруг семья захочет такую опцию как огонек у которого можно вечерами проводить время из кухни гостиной я возвращаюсь в холл и хочу обратить ваше внимание что в холле есть комод который стоит прямо напротив выхода из прихожей это значит когда мы попадаем в квартиру и заходим непосредственно уже дальше в само жилое пространство то первое что мы видим это какой-то красивый комод над которой мы можем расположить какую-то красивую картину это называется фокусная . их обязательно нужно предусматривать в интерьере и именно в планировке чтобы в будущем дизайн сложился чтобы какая-то была красота вашей квартире здесь что мы имеем мы имеем две детские комнаты одна например для девочки другая для мальчика у них есть своя ванная комната она же будет гостевым санузлом и здесь получилось очень удобно что в этот коридорчик мы смогли разместить стиральную машину это очень удобно вот с торца коридора влезла вот это вот вся история с постирочной с с гладилкой вот эти все корзины для белья и теперь стиральная машина не будет стоять в ванной комнате и уродовать это пространство всегда находите в планировке место куда вы можете разместить стиральную машину не за границы ванной комнаты тогда ванная комната у вас становится просто классной красивой еще одной комнатой такая знаете для релакса вот эта красота в общем не знаете как обращайтесь ко мне за консультацией и планировкой вот ссылочка в описании ванная комната здесь есть раковина унитаз ванная и еще можно поставить какой-то красивый комодик в котором можно хранить много чего полезного ну например если дети еще маленькие то там могут находиться игрушки которых очень много для детей которые купаются в ванной здесь еще есть очень удобная опция это встроенный узкий шкаф внизу которого находятся все коммуникации к унитазу и раковины включая инсталляцию а сверху это открывающиеся дверки и очень удобное хранение для всех многочисленных бутыльков которые есть в каждой ванне идем дальше по коридору и попадаем в мастер спальню а вот это очень интересное пространство здесь есть большое помещение где стоит непосредственно кровать комод и обязательно макияжный столик он может быть побольше поменьше но это как вы пожелаете кровать тоже большая кстати говоря а попадаем спальную комнату мы через гардеробную которая формируется с помощью двух шкафов один условно женский другой условно мужской перед гардеробной есть ванная комната большущая 8 квадратных метров с окном это просто сказка какая-то здесь удалось поставить отдельно стоящую ванну отдельно душевую унитаз беды огромную раковина и все это в одном помещении и с окном и все это у вас дорогие родители вы только представьте все это чудесное чудо находится в вашей мастер спальне кровать гардеробная ванная комната красотища а еще помимо этого здесь есть рабочий стол место вот в этом коридорчике для работы дома но если предполагается что работа не целый день а например периодически то вполне себе удобно и комфортно вот такое вот рабочее пространство где есть достаточно широкий стол есть тумбочки полочки компьютер можно поставить ей просто спокойно сесть и поработать я считаю что такое место рабочая такая возможность должна быть в каждой квартире потому что пандемия нас научила что все-таки дома иногда мы работаем вот друзья какая планировка у меня получилось пишите в комментариях что вам понравилось что нет приобрели бы вы себе такую квартиру для своей семьи если у вас двое детей а может быть даже трое да и для одного подойдет если кстати у вас один то из одной детской можно сделать к би нет но если эта квартира вам не нравится то заходите на сайт in graphic он и там делайте себе подборку делать это очень удобно ссылочка в описании на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео обязательно репостите пересылайте своим друзьям и всем пока да пребудет с вами муза ну а я перехожу к тому что же я здесь такого сделал ну а я перехожу дады 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 к это говно все все прям тюх и все расскажу что имеется ввиду как нужно делать правильно мы вместе сядем это все обсудим при необходимости поправим это называется как это называется это называется и все это может принадлежать вам дорогие друзья если вы